Добрый день, в эфире программа Paradox, с вами ведущий Степан Демура. Телефон в студии у нас остался тот же самый, как и не парадоксально. 6 5 10 9 9 и 6, код города 4 9 5, звоните, задайте вопросы. А тема у нас сегодня следующая. Сейчас по Москве можно передвигаться, на самом деле, достаточно свободно. Но таксисты говорят, что все это кончится к концу, наверное, сентября, и Москва снова станет в пробках. Ну и в метро пока можно ездить, тоже достаточно без проблем. Но тоже все это скоро закончится. Будем говорить мы о транспортной проблеме в Москве, откуда она взялась, можно ли ее решить, и сколько будет стоить такое решение. И попытаемся проанализировать, зачем и как, что делается в Москве. И вот последние инициативы московского правительства о сумме, сколько там нулей, с 12 нулями. Да, такая круглая хорошая сумма на строительство и развитие метро и вообще транспортной структуры. В гостях у нас Сергей Парсегов, директор департамента управления инвестиционными проектами Покровка финансов. Добрый день, Сергей, спасибо, что пришли. Добрый день. Ну, начнем с того, что вообще откуда взялась транспортная проблема в Москве. Вот если я не ошибаюсь, да, то мы этим обязаны нашему замечательному бывшему мэру Лужкову, его замечательной жене Батуриной. Они застроили все площади, которые были отведены под развитие инфраструктуры, согласно старому генплану. Красные линии, да. Да, и теперь у нас, что у нас под транспортной инфраструктурой? Где-то 8% от территории города. Ну, где-то так, 9, наверное. Да, а в Европе там 15-20, в Штатах вообще за 30. 25, да. То есть город убит практически. Центр, да. Ну, а если даже попытаться пересечь МКАД? Ну, лучше ни с утра, ни вечера, да. Да. Ну, и в этой ситуации что делать? Потому что, на мой взгляд, те меры, которые предпринимаются с правительством Москвы, ну, я не беру там плитку, ладно, это эстетика, но как-то они на ситуацию особо влияния не оказывают. Деньги тратятся, а как было, так и остается. Ну, дело в том, что, чтобы не было пробок, нужно, чтобы количество людей, ездящих по дорогам, было меньше, чем их простоная способность. Соответственно, можно либо количество людей уменьшить на дорогах, либо, так сказать, расширить дороги. Расширить дороги раза в три вряд ли получится. Вот. Можно устранить самые узкие места, сделать, так сказать, приоритет общественному транспорту, часть людей пересадить на общественный транспорт, хотя у нас уже больше половины населения ездит в метро. Вот. Но это, опять же, дает только временные эффекты, и те строки, которые начались, они ухудшают ситуацию на дорогах. Ну, мы это видим по новым эстакадам, по новым развязкам. Но это же ведь временное ухудшение. Ну, года на три, да. А, ну, нормально. Вот так. И все, да? Ну, да, и 17 миллионов квадратных метров заявленного строительства в Подмосковье. При неразвит... вернее, при старой инфраструктуре. Ну, при старой инфраструктуре, там, 90-х годов, да. То есть все встанет, просто. Ну, сейчас в год у нас идет потеря двух километров в час в автотранспорте в среднем. То есть через пять лет мы сравнимся с пешеходами. Ну, и что же делать? Скажем так, давайте сделаем так. Что предлагает правительство Москвы? Потому что, вот, честно скажу, они предлагают... Ну, я же не беру эти выделенные линии, но это смехотворно. Там отделять их какими-то столбиками, еще чем-то. Вот профсоюзная улица, да, я живу на профсоюзке. Зачем там делать выделенную линию и пускать там полупустые троллейбусы и автобусы, когда вдоль профсоюзной улицы идет метро? Да. Зачем? Ну, зачем делать по Ногатинскому мосту выделенную линию тоже, если там есть метро? Причем вот последнее... Извините, что я вас перебиваю. Просто меня из себя вывело. Сунулся я тут... Вчера это было в 11.30. Мне нужно было пересечь МКАД. Вечера. Я не смог это сделать. Ну и как я сделал за два часа? Грузовичкис, да? Зачем было, какой вообще, простите за внимание, идиот придумал ограничивать движение грузовиков? Ведь им говорили специалисты, ребята, есть два или три узких места на бетонном кольце. Это железнодорожные переезды. Да, да. Постройте эстакады. Эстакады, да. И решите проблему. Нет, теперь у нас ночами МКАД стоит. Пути провода надстройки. Да. Вот, но вместо этого мы закрываем железнодорожные переезды внутри города. Вот, и, соответственно, объехать можно либо по МКАДу, либо по ТТК. Так сказать, все вкладываем в строительство дорог. Но это очень прибыльный бизнес, если не ошибаюсь. Наверное. Что значит, наверное? Ну, если просто сравнить стоимость километра дорог у нас и на Западе. Ну, у нас же климат другой, вы же понимаете. А в Финляндии климат еще хуже. Это спорный вопрос. Спорный. Ну, вот, ладно. Понятно, что, в общем-то, сделать ничего нельзя, судя по это все говорильнее. Ну, вот, возникает-то вопрос. Московское правительство объявило тендер, ну, чисто формально, да? На очень круглую сумму, там, пятьсот семьдесят... Я сначала испугался, что это триллионы. Потом оказалось миллиарды, да, рублей? Пятьсот семьдесят четыре. Да, это полтриллиона рублей, да. Полтриллиона рублей. Что входит в этот план? А все. Там входит все до двадцатого года. Развитие метрополитена с транспортными пересадочными узлами, с проектированием, СМРом, закупкой материалов. Все. И обслуживание. Нет. Нет? Нет, только пути и станции. И какие станции будут построены? Вернее, на каких радиусах они будут сидеть? Ну, все те же радиусы, которые были за Москворецкой линией продлиться, значит, Сокровнической линией продлиться. Замечательно. А что будет на кольцевой ветке тогда? А на кольцевой ветке будет еще одна кольцевая ветка. Где? И эти транспортные пересадочные контуры вот такой вот кривой. Это входит в эту сумму? По-моему, да. По-моему, да. И это будет построено до двадцатого года? Да. Ну, как заявлено в техническом задании. То есть там 69 километров путей, 30 станций, пересадочные узлы. Даже на Полянке собираются делать транспортный пересадочный узел. И это Москву разгрузит или нет? Как вы думаете? Сложно сказать. В техническом задании не сказано даже, какая длина платформ будет у станции метрополитена. На восемь вагонов, на семь, на шесть, на десять, на двенадцать. Вот этого всего нет. Все будет по проектированию смотреться. Но ведь от этого же будет зависеть стоимость работы? Конечно. А скажите, пожалуйста, вот там стоимость работы в тендере указана с точностью до тысячи рублей. Она ориентировочная. А, ориентировочная. То есть она может, как и стоимость Олимпиады в сочи? Ну, если взять, так сказать, сам документ, там видно, что она меняется на основании смертных расчетов. По согласованию, естественно, с заказчиком. То есть ее можно легко увеличить? Наверное, или уменьшить. Ну, у нас скачание не мешает. Может быть. А вопрос такой, бюджет Москвы, города, какой в год? По-моему, 1,4 триллиона рублей, или 1,3. И дефицит 250 миллиардов. 250 миллиардов. Так откуда-то деньги возьмутся? Наверное, мы влезем в долги. А нам дадут долги, если уж такой большой долг? Ну, не с полететом. Нет, дефицит. Ну, долг, наверное, дадут под госгарантию. А выплачивать его из чего будем? Ну, сложный вопрос. Для макроэкономистов, правительства. Наверное, с пенсионных накоплений страны. Наверное, из эмиссии. Вот. Может быть, ресурсы будем продавать. Хотя мы и так и продаем. В Москве есть ресурсы? В Москве нет, есть в стране. А может быть, просто они еще раз в 10 поднимут стоимость парковки и штрафов? Могут, могут. Это установлен в муниципалитет. Билет подорожает, наверное. Весело с вами разговаривать. Просто не хочется потом еще об этом думать. То есть жизнь у нас опять сильно подорожает. Нам это объясняют тем, что это было сделано в ваше же благо получается. Ну, конечно. Ну, линии митрополитена нужно строить. Это существенно... То есть 573 миллиарда рублей — это примерно 8-летняя выручка московского митрополитена, чтобы вы понимали. В 8-летняя выручка. Ну, а прибыль-то у них, если я не ошибаюсь, там 5 миллиардов, да? Хорошо, если мы влезаем... Просто если мы влезаем в долги, кто это все будет... Опять будут будущие поколения, что ли, будут выплачивать? На что они надеются? Вот это не понимаю. А какие-нибудь альтернативы вот есть? Ну, есть более дешевые, так сказать, виды транспорта. Это наземный транспорт. Это наземно-релесовый транспорт. Это трамваи, это электрички. В принципе, они тоже развиваются. По крайней мере, об этом много чего говорят. Они дешевле, и электричка проводит гораздо больше людей, чем метро. То есть просто можно построить, насколько я понимаю, надземные... Просто пустить электрички надземные. Ну, на эстакаде. На эстакаде, да. Ну, можно, да. А вы не в курсе, что такой вообще проект рассматривался? Ой, в советское время... Нет, сейчас есть даже проект строительства в два этажа, над Каланчевска и разъездов. То есть, чтобы соединить вокзалы между собой, чтобы делать скоростные сообщения Петербург, Нижний Новгород, дальше Казань. Там ряд технических вопросов, но в конце концов, все решают деньги. А это дорогое удовольствие? Ну, любой уход с земли в воздух или под землю, это, конечно, очень дорого. А что дороже, уйти под землю или строить над землей? По-моему, над землей должно быть дешевле. Наверное, наверное. Ну, если кто-то согласится жить рядом с электричкой, проходящей в районе пятого этажа. Ну, на Западе так живут люди. Живут, живут, но они как бы купили дом там, где было подешевле. А у нас люди получили бесплатную квартиру там, где было престижно. Компенсацию выплатить, оно дешевле. Ну, можно окна пластика поставить, наверное. Не знаю, это все вопросы очень таких больших денег, надо все считать. Вот. И чем лучше просчитано, тем больше вероятность успеха. Просто, когда я увидел эту сумму, ну, как-то мне стало немножко не по себе. Да я тоже увидел эту сумму. Это рекорд, по-моему, для Москвы вообще за всю историю. А если на километр пересчитать? Там нет разбивки, там не получится. Ну, вы же сказали 69. А там станции, ТПУ, там все в куче. То есть вся инфраструктура. То есть, в принципе, наверное, это такая цена. Там, если одну на другую разделить и посмотреть с историей, сойдется. Но вопрос... Сергей, мы должны прорваться на новости. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». У нас в гостях Сергей Парсегов, директора департамента управления инвестиционными проектами «Покровка финанс». Обсуждаем мы стоимость решений транспортных проблем в Москве, и можно ли их вообще решить. А вот, Сергей, интересно, вы не в курсе, у нас в правительстве кто-нибудь задумался над тем, что, например, та же транспортная проблема в Москве решается элементарно? Например? Например, скажем, все налоги платятся по месту основной производственной деятельности. Ну да, НДФЛ перебросить. И все, все, скажем так, значительная часть финансовых потоков, которые пересекаются к стране Москвы, уходят в регионы. Там повышаются зарплаты. Зачем ехать в Москву? Конечно. Создавать рабочие места вне Москвы. Создавать в регионах инфраструктуру в регионах, а не в Москве. И все проблемы решаются. Нет? Ну, кроме политических. А, ну, разумеется. У нас же вертикаль. А так будет горизонталь. Еще не приди господь, кто-нибудь в регионе посмеет иметь свое мнение об каком-нибудь вопросе. Ну да, потому что у кого деньги, тот и правит. Да, ну вот, вы принесли очень интересные материалы. Это Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы напечатал про трамвайчики. Да, замечательная тема. Да, вот, прекрасная тема. Это к тому, что в Москве при Собянине перестали брать и вообще честные мэры и все остальные. Я вот видел, люди что взяли? Они взяли стоимость трамвайного вагончика и посчитали, что можно купить новые Порши Каен, связать их веревочкой и возить по улице. И влезет столько же пассажиров. Ну, понятно. Только нужно будет дорог гораздо больше. Общественный транспорт, он действительно на вагон очень дорогой. В Европе цена вагона доходит до полутора миллионов, двух миллионов, трех миллионов евро, в зависимости от вида подождустого, фарша. Вот, но возит он сто человек и возит он 30 лет. А машина возит пять лет и одного-двух людей. В этом-то вся и проблема, что если у вас ограничена площадь дорог, то хотите-нет, но нужно всем компактно размещаться в один вагон и ехать вместе. Общественный транспорт. Другого варианта нет. Вот, за это надо платить. Хотите кондиционер? За это надо платить. Хотите светодиоды? За это надо платить. Хотите, чтобы это приходило каждые 90 секунд? За это надо платить. За все надо платить. Ну, а ведь всегда возникает вторая часть вопроса. А как людей пересадить на... Вот, предположим, даже будут ходить те же трамвайные пути. Замечательные вагоны, кондиционеры. Все работает, все прекрасно. Но как заставить людей пересесть на общественный транспорт? Ну, так же, как и в Европе, значит, нужно увеличить стоимость владения автомобилем. Потому что, несмотря на то, что автомобиль у нас дороже, чем в Штатах, вот, парковки у нас практически бесплатные, а это очень мало где есть в мире. Вот, права у нас получаются, так сказать, сдачей экзамена с какой-нибудь попытки или там за денежку небольшую. Это небольшой секрет. Вот, а в том же Сингапуре, чтобы получить права, там нужно очень сильно постараться. То есть нужно компенсировать городу очень большую часть затрат на новые дороги. Потому что автомобиль — это два парковочных места, это дорога, это светофоры, это регулирование, это все дополнительные расходы. И их должен оплачивать кто? То есть это действительно роскошь? Да, да, это роскошь. На самом деле, ну, при хорошей сетке метрополитена и трамвая роскошь такая достаточно необоснованная. Зачем тебе ехать на автомобиле, если ты можешь пройти пешком, там, 150 метров до офиса от установки? Если все ходит там секунду в секунду, ты это прогнозируешь, ты нигде не мерзнешь, ты не в грязи, ты не опасаешься свою жизнь за безопасность, ты не боишься сгореть, вот, ты совершенно спокойно едешь в общественном транспорте. И все так делают. В модных галстуках, в запонках, все едут в общественном транспорте. Платят за это 2 евро, кстати. А то и 3. Ну, в Лондоне, вы знаете, 8 фунтов там. Да, да мне слабые цены. 400 рублей за билет в метро. Но ведь это же нужно все сделать, чтобы, как вы сказали, было и безопасно, и вовремя. А у нас вот, ну, возьмем, буквально каждую неделю приходит сообщение о том, что в метро опять что-нибудь загорелось. Либо сломалось. Да, приходит. Ну, ты думаешь, ну, нафига мне попадать в такой поезд, ну, хорошо, я в пробке постою. Это логично? Логично, конечно. Где-то, если есть возможность. Каждому конкретному человеку действительно это логично. Но всем нам вместе очень плохо. То есть у нас каждый россиянин, он гений. Но вместе. Вместе мы с Борисом Барановым. Ну, нет, ну, если серьезно, вот если посмотреть, скажем так, стоимость, давайте сделаем так, посмотрим. Вот есть предложенные проекты. Выделены какие-то инвестиции предполагаемые. Так. На ваш взгляд, это разумно? Или можно было бы те же деньги потратить с значительно большим выхлопом? Я бы не был консультантом, если бы не предложил еще несколько вариантов, более дешевых и более эффективных. Каких? Ну, например, отчасти, если уж совсем, как бы, нам так нравится метро, да, то я хотя бы на третьем пересадочном контуре бы сделал станции подлиннее. Чтобы запас был сразу задел. Как в советское время делали задел. Пускали шесть вагонов, но задел был на восемь. Вот делать задел на десять, на двенадцать. Сразу же. Если можно, перекидать по календарному графику станции метро. Например, очень нужна смычка на юге Москвы, там, где Каховская линия. Если она дойдет до Красной, то там будет очень удобная пересадка, и многие пассажиры пойдут в реверсе. Соответственно, это разгрузит сразу зеленую ветку, которая отцарится на там, где пересечения железнодорогой. Это много чего решит. Плюс, например, можно подумать насчет тарифной политики. Можно стимулировать людей доезжать до вокзалов, а не так, как на первой станции, где есть метро, пересаживаться, как на Выхино, например. Ведь одна электричка приходит, и сразу пассажиропоток — это два поезда метро. Соответственно, два поезда метро уходят полную под завязку с Выхино дальше к Кузьминке. Никто не может войти. Тот же самый поезд, электричка, едет пустая дальше до вокзала. Зачем это делается? А почему люди себя так ведут? Почему не пересаживаются на метро? Ну вот сидишь ты в электричке, доезжаешь до вокзала. Это дороже, это дольше. А то есть билет на электричку, скажем, если они из области до Выхино, стоит дешевле, чем до вокзала? По-моему, да. По-моему, да. Там есть небольшая разница, но для многих людей она существенная. Ее можно бы обнулить или сделать отрицательной. То есть доплачивать человеку за то, что он доехал до вокзала, вместо того, чтобы занимать метро. Это решил бы кучу проблем. И на пересадке, и в метро, и не было бы такой давки. А ведь комфорт, он определяется не наличием кондиционера, а количеством людей в вагоне. Можно сесть, нельзя сесть. И сколько ехать. А существует ли какая-то, скажем так, единый, что ли, центр анализа вот всей транспортной инфраструктуры города? Или РЖД отдельно, метрополитен с мэрией отдельно, все отдельно. Ну, анализ, он ведется, наверное, везде. Извините, просто извините, снова перебью. Может быть, я несколько неправильно сформулирую вопрос. Ведь, насколько я знаю, например, в Штатах, там, если взять тот же Нью-Йорк, там есть этот самый Нью-Йорк Транспорт Ассорити. Под ними метро, пригородные поезда, автобусы. И они все это контролируют и развивают. У них есть генплан развития у одной единицы сообщения по всему городу, включая пригороды. У нас что-нибудь есть такое в Москве? У нас есть департамент транспорта. У него есть подведственные организации, Московский метрополитен, Мосгортранс, который отвечает за трамваи. Значит, подведственные организации отвечают за автобусы. Есть центр организации дорожного движения, ЦОД, который отвечает за светофоры, за гармонизацию вот этой системы всей. Наверное, туда нужно обращаться. Но опять же, они видят только Москву. С областью там своя власть. РЖД — это очень сильная своя власть. Вот, например, взять проект «Пробок нет», там, где просто огромное количество краудоспортингом собранных идей, как там за бесплатно или очень дешево что-то решить. Вот. Почти ни одна инициатива, которая направлена на РЖД, не была реализована. Ни брошенные пути снять, так сказать, не пустить движение по брошенным путям, не сделать сквозное движение через Москову более интенсивным, так сказать, не электрифицировать часть пути. Ну, то есть там много чего не было сделано. А что-нибудь было сделано? Наверное, да. Наверное, да. Сделано отмена 0 промиль, правый поворот на красный свет. И, наверное, нужно ребят позвать, они, наверное, лучше скажут. Решена часть проблем по перекресткам. Потому что я заметил, что буквально в последние 2-3 дня на многих перекрестках светофоры стали работать значительно, переключаться значительно чаще. Не знаю, не знаю. Это никто такого не предлагал, такого странного? Вообще, в теории это не должно работать. Оно не работает. Чем чаще переключаешь, тем больше Крауса. Ну, это и видно по некоторым перекресткам. Я так поразился, думаю, экспериментирует, наверное. Ну, кстати, не исключено. Потому что август можно. Наверное, отработать какие-то режимы переключения светофоров. Но это голая теория, надо спрашивать конкретно ЦОТ. То есть вот эти деньги, они, скажем так, пойдут куда-то или не куда-то? Если так разобраться. Вот в Бухе мы 500 миллиардов, да, построим несколько станций метро, там, 67 километров путей. И что? Это решит проблему или только ее усугубит? А что такое решение проблемы? Сколько людей на вагон, это решение проблемы. То есть, это решит проблемы тех, так сказать, районов Москвы, которые сейчас к метро не имеют доступа. Это решит отчасти проблемы новой Москвы, которых как бы еще нет, но начнется строительство, они появятся. Это не решит проблемы того, что я сказал. Это вот такое вот отсутствие координации, наверное, между видами транспорта. Сложно задача, как правильно все настроить, разделить деньги, билеты, значит, единой карточки. Это все начинает вводиться, но, конечно, нужна явно большая скорость для того, чтобы что-то изменилось. А почему все так медленно делается, на ваш взгляд? Потому что все у нас очень сложно, заэкспертизировано, много законов. Если хотите сделать новый подвижной состав, это три года сертификации, опытные образцы, опытные партии, значит, очередь на Щербинки, на кольце, чтобы оттестироваться, все довести до ума, и потом, может быть, едут заказ. Конечно, не все хотят в эту игру играть. Вот, соответственно, так живем. Я просто ни разу не видел, скажем так, такой, может быть, я плохо искал, анализ транспортной ситуации, вот по Москве, скажем, ну, взять тот же метрополитен. Всегда видишь какие-то отдельные кусочки, что здесь пересадочные пункты перегружены, станции, там кольцевая перегружена. А вот чтобы был сделан, понимаете, такой общий анализ, грубо говоря, вот здесь такая-то плотность движения, и все это смоделировано. И вот говорят, что в ЦОДе есть какая-то модель пассажиропотока в целом по Москве, говорят. А ее кто-нибудь видел? Я нет. Ну, вы этим занимались профессионально. Я на Ютьюбе видел презентацию этой модели, вот, с общими формулами, но живую модель никто не видел, по-моему. Ее же, если она есть, ее легко-легко оттестирую, просто счетчиков поставил, чтобы они прикинули несколько дней. Конечно. Сплошной замер пассажиропотоков, откуда, куда, значит, на выходе турникета, чтобы увидеть каждого пассажира, как он прошел, есть видеокамеры на станциях, на пересадках, все это считается. Вот, есть институционные центры в московском метрополитене. И, в принципе, эта информация должна быть публичной, чтобы любой аналитик мог сесть и увидеть это все. И посчитать, как они вообще могут строить планы, не обладать такой информацией. Ну, у них какая-то своя экспертиза и опыт. Ну, я вынужден вас прервать, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Сергей Парсегов, директор департамента управления инвестиционными проектами и покровки финансов, рассуждаемый о тех огромных суммах, которые собираются инвестировать в строительство, инфраструктуру в Москве. И, вы знаете, у меня всегда подход такой достаточно скептический ко всему. Да, вы же квант. Да, нет, у меня просто всегда возникает вопрос. Ребята, почему, если у вас раньше все было через одно место, то стоит вообще эти деньги трогать? Вы же все равно все делаете через одно место. Я поэтому вас спрашиваю, ведь нормально же, как идет дизайн, да, разработка системы. Ты смотришь, что у тебя есть. Да. Смотришь, в чем проблема. Проблема в пассажиропотоке. Его нужно развязать. Значит, что его развязать, нужно хотя бы понимать, где узкие места. Да, потому что, когда я готовился к передаче, я посмотрел так мельком на все эти предложения. Все, что я увидел, мы протянем туда, мы протянем сюда. Ну, замечательно, протянули. А когда все эти потоки сойдутся на кольце, то что будет? Ну, надеются, что успеют ввести второе кольцо. Вот вопрос. Надеются, что успеют, или есть четкий график строительства и введения, есть четкое ТЗ, все обоснования, или этого нет? По некоторым объектам есть и проектная документация, еще с Лужковских времен, и по ней строят сейчас. По некоторым объектам только начинается проектирование, посадка станций, значит, трассировка туннелей. А общий вот такой вот нет. За последние, по-моему, два года четыре раза менялось время ввода разных станций. То есть я отслеживал там постановление правительства Москвы. Меняются, меняются графики. Сдвигаются или наоборот? Что-то как-то на три года сдвигается в прошлое настоящее, что-то уходит в будущее. Например, станция Технопарк, она с 2008 года все планируется, планируется, планируется. И теперь в 2018 году она планируется к введению. Хотя прямой участок, там только надо поставить станцию. Под форму, да? И все. А где-то, вот, например, на Замоскворецкой, или недавний конкурс был, там вот эти две станции, их введут раньше, чем планировали. Вот, ну, то есть, меняется все. А кто у нас сидит на метрополитене? По-моему, Абрамович, да? Вообще, директором... Строительство, нет, я имею в виду строительство, туннели и тому подобное. Ну, это вводчинный департамент строительства города Москвы. Ну, а подрядчики-то кто? Подрядчики разные. Подрядчики все, понимаете? Кто выиграет конкурс на строительство? Мы же уже знаем, да? Вот по конкурсу, который на 573, ну, скорее всего, Мосинжпроект. Но это государственная компания, которая занимается проектированием сейчас всех почти объектов метро и занимается, так сказать, разыгрыванием подрядов дальше. Вот, а физически щиты... Кстати, в ТЗ нет ничего про щиты. Щиты не нужны в ТЗ. Нужно иметь оборот 40 миллиардов, нужно на шести страницах соблюдать там все нормы, правила, иметь лицензию ФСБ, вот. Но не нужно иметь ни одного горнопроходческого щита. Это не требуется. А то есть не требуется иметь опыт строительства? Опыт нужен. Но щиты не нужны? Да. А, у нас же есть таджики-юзбеки, зачем щиты? У нас есть подрядчики. Подрядчики? И это не запрещено. 223 ФСБ, очень гибкий. Хорошо, а у каких подрядчиков есть такие щиты? 17 щитов собрали, по-моему, все какие были щиты. Вот, свободный плюс-минус. И, так сказать, и подрядчиков из разных стран уже привлекают, и западный опыт белорусский, там, киевский привлекается. То есть будут использоваться иностранные компании? По крайней мере, будут использоваться иностранные щиты. Ну, а мы-то сами щиты строим? Сложный вопрос, не готов сказать. Наверное, да. А в Сочи, потому что, я помню, там покупались, как только выиграли Олимпиаду, сразу на миллиард долларов купили проходческий щит. Ну, большого диаметра, да, достаточно дорогое удовольствие. Теперь куда его девать? В Москву. А дальше? А после 15-го года, когда мы планируем ввести больше, в два раза, чем в рекорд Советского Союза, что мы будем делать? А построим метро до Казани? Ну, да. Ну, не солидно в Казань ездить на скоростном поезде. Надо построить подземку. Со всеми установками. Зато сколько денег можно освоить? Наверное, да. Ну, вот так, если вопрос поставить, как говорится, по-енецки, еблом. Вы считаете, этот проект направлен на просто освоение денег? Ну, типа, есть проблемы, его нужно решить. Давайте решим самым дорогим способом, чтобы побольше отпилить. Какой проект? Метро на 574 миллиардов. Вот это вот, ну, это комплексная история строительства Москвы до 20-го года всех станций, практически всех станций, которые планируются к вводу. То есть все, что раньше было запланировано сейчас, это будет введено до 20-го года? Ну, да, наверное. Ну, то есть, конечно, можно фантазировать дальше про 25-50-й год, но понятно, что все станции, которые там как-то вот, как-то не дышали по карте Москвы, они все устаканятся, и почти все они легли сюда. То есть собрали все, что было, и получили деньги? Я думаю, что это, на самом деле, техническая операция, вот, так, чтобы, так сказать, через бюджет в ГУП, из ГУПа в ОАО, и все подвесить к 23-му закону. Ну, это мое мнение. Ну, вы сказали это юридическим языком, я сказал это напрямую. Получается. А что будет дальше с метрополитеном? В том смысле, вот, построить новые станции. Да, будет увеличиться количество подвижного состава, всего. Это все придет на баланс метрополитена? Исторически город сам покупает вагоны для метро. Ну, за редкими исключениями. И потом отдает в хозяйственное ведение московского метрополитена. Потому что я почему спрашиваю? Вот сейчас, да, у нас практически каждую неделю какая-то проблема. То есть уже с существующей инфраструктурой, не будем говорить, какого комнатного состояния, судя по всему, доблестный метрополитен не справляется. Но количество аварий растет, да. Да, на него повесят еще дополнительные ветки. Да. И дополнительная инфраструктура. Пропорционально вырастут проблемы. Ну, то есть, по крайней мере, там, где что-то изношено или в перегрузе. А вот никто не пытался, например, сейчас решить существующие проблемы в метрополитене. И, скажем, уменьшить интервал движения поездов. Я специально вот приходил ваш коллега. Я потом в метро однажды оказался около первого вагона. И на часы. Я смотрел на светофор, когда меняется на зеленый. Он меняется через 39 секунд. А поезда идут, по-моему, с интервалом 90 секунд. Ну, два облака участка надо проехать, конечно. Да. То есть, наверное, можно, например, пытаться сначала сократить до 60 секунд, а ведь тем самым увеличив пропускную способность. Или есть какие-то ограничения? Там очень сложно все. Когда начинаешь уменьшать, сокращать интервалы, сразу возникает проблема, что ты вылетаешь с этих интервалов, и нужно играть в догонялки. Это много раз бывало. И потом это очень опасно. Гораздо проще увеличить количество вагонов. Если вы хотите плюс 30% провозной способности, проще всего прикупить еще два вагона. Не хватает станции. 30% сразу получаете. Ну, если 8 вагонов было, хочешь 10, 1,4, 25%. Соответственно, удлини станции. Это дешевле, чем новая труба. Да. Ускорь эскалатор, если это позволяет нормам безопасности. Увеличь скорость пересадок пассажиров. Ну, там мы ведь эскала... Ну, да, 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 да. То есть есть много вариантов, которые, ну, по крайней мере, в теорию, увеличивают провозную способность практически бесплатно. То есть можно же еще, скажем, просто... Вот если бы у них была такая система, которая отслеживала бы действительно пассажиропотоки, а ведь можно же посмотреть, просто элементарно взять несколько районов в городе, да, и сказать, что, ребята, вы начинаете работать с 8 утра и заканчиваете на час раньше. А у вас рабочий день с 9. По-моему, Лужков пытался-то где-то сделать, с мэрией, что ли. А, так это вот при текущей мэрии и было сделано. В 8 утра все чиновники приезжали на работу. Собственно, как-то что-то... А я имею в виду целые районы Москвы. Тогда же можно разгрузить метрополитен существенно. В теории, наверное, да, размазав всю вот эту вот утреннюю историю. Но на практике это же частные компании. Им удобнее всем хором работать. Потому что когда ты пришел, а твой коллега еще не пришел, то ты не можешь сделать сделку, например. Не можешь выписать документ. Сделку можешь сделать и завтра. Можно и из дома сделать сделку, по большому счету. И, в принципе, следующим шагом было бы признание того факта, что часть людей может вообще не выезжать из своих районов, а работать дома. Но это требует изменения, так сказать, подхода. Потому что есть такое правило Парета, да? 20% усилий, да это 80% результата. Да, да, да. Почему-то никто его не применяет. А по поводу надежности электросистемы метро, то удивительно, но при том, что чисто прибыль позволяет, в 2012 году почему-то недовыполнили программу ремонта по энергосетям. Это вот на сайте московской метрополитенной информации есть отчетная за 2012 год. На 30% недовыполнили программу ремонта по электросетям. Почему-то. Ну, может быть, там, средствами не хватило. Может быть. Может быть. Иногда, естественно, вот когда приходят специалисты, а потом говорят, я просто поражаюсь, в общем, тому, что... У меня остается впечатление, что никакого общего подхода нет. И общего видения проблемы нет. Или он есть, или, может быть, я просто плохо искал, что-то недопонимаю. Потому что все делать с какими-то вот кусками. Черт, надо что-то сделать. Давайте что-нибудь сделаем, заодно бабло освоим, что-то сделаем. Развернем пиар-компанию, скажем, что это так нужно и необходимо. Хорошо, сделали, посмотрели и ужаснулись. Нормальный бы человек после этого, так, ребята, если был бы, скажем, нормальный, он сказал, ребята, вы что творите? Давайте тормозите, давайте общий план, давайте все разработаем концепцию. А тут что? Ну, это сделали, то сделали, нифига не работает. Никто почему-то ответственности несет вот этот бардак на МКАДе. Кого-нибудь наказали? Ну, недавно фура перевернулась на МКАДе. Убирали 4 часа. Даренко говорил, очень хорошо говорил. 4 часа фуру убирать? Ну, наверное, 2 часа еще ментов ждали. МКАД стоял. Да, то есть есть много вещей, которые можно сделать дешево. И быстро. Да, и быстро. Носительно как бы понятно, да. Они там за собой тянут, конечно, кучу вторичных вопросов, которые так не видно. Много проблем. То есть реально там из всего списка тысячи мероприятий останутся 100. Ну, хотелось бы их сделать сначала. Ну, 100, которые вот опять же 20% сделай, 80% будет результата. Ну, ведь эти 20% нужно выбрать. Ну, да, да, да. И причем эти 20%, наверное, будут нести, ну, я не знаю, там 10-15% бюджетной нагрузки. Конечно. А это у нас не проходит. Нужно пополнить загрузить. Так, что ли, получается? Ну, это же, понимаете, в чем проблема? Мы этого не видим, потому что никто об этом не отчитывается. Даже вот аварийность метрополитена — это страшная тайна. Сколько людей гибнет в московском метро, никто не знает. А вот я так посмотрел статистику, получается, что вот по интернету, да, у меня замечательный аналитик есть, да, она собрала за 6 лет все публичные случаи аварийности, и там, наверное, 25-30% — это самоубийцы. Они останавливают метро. Даже больше, чем пожары, даже больше, чем, так сказать, отказы подвижного состава и так далее. И с этим вообще никто не борется. А это бесплатно. Вот они, люди. Ничего строить не надо. Не, ну, самоубийцы-то, они же ведь продукт общества, а не продукт метрополитена. Что вы с ними сделаете? Ну, много чего можно сделать. Можно поставить двери, о которых много говорили. Но они требуют точечного подъезда поезда. Это время. Срывается график движения. Да-да-да. Вторичные эффекты, понимаете? Вот их надо тоже считать. А напомните просто радиослушателям, про какие двери идет речь. Потому что это на станции ставятся двери. Да, ну, как вот в Питере сделано, да, то есть двойная дверь. Дверь платформы и дверь вагона. Они должны друг к другу подходить там с небольшим зазором. Вот. Поэтому нужна точно прицеленная, так сказать, установка поезда. Вот как сейчас називная навигация сделана на Чеховской, Пушкинской, Тверской, да. Вот. Очень редко попадает, на самом деле, машинист. Потому что ручной привод и, ну, объективно невозможно. Соответственно, нужно там дольше прицеливаться, тоньше тормозить. А это секунды. Когда у вас 90 секунд срывал в час пик, все, это до свидания до гонялки. Понятно. Так что, вот. На самом деле, можно, так сказать, мотивировать людей, так сказать, деньгами. Если ты нарушил правила, так сказать, поведения в метрополитене, которые привели к остановке поезда, то это серьезный штраф. Даже там и после твоей смерти из... Будут платить. Сергей, мы вас прорвать, мы скоро... Конечно. Добрый день, мы снова в эфире. Программа «Парадокс». У нас в гостях Сергей Парсегов, директор департамента управления инвестиционными проектами «Покровка финансов». Рассуждаем мы о транспортных проблемах в Москве и сколько это стоит подчинить. Но из разговора с Сергеем я все больше и больше прихожу к мысли, что существующим правительством, скажем так, самый правильный путь и самый безопасный путь для населения той же Москвы, это чтобы они вообще ничего не делали. Парадоксальный вывод как раз в контексте передачи. Не трожьте, ребят, ну не трожьте. У нас из телефона звонок. Артем, добрый день. Степан Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Такой вопрос. Вот на протяжении, наверное, уже лет 15, я в своем родном Кунцево наблюдаю одну пробку. Пробку из Нижневневников до метро Молодежная. И причина пробки очень банальна. Это бомбилы, которые стоят в первом ряду, во втором ряду стоят люди, которым все пофигу, они тоже паркуются. В третьем ряду стоят автобусы, в которые пытаются люди влезть. Из этого пробка. Вопрос такой. А вот почему не ведется такая простая работа у правительства Москвы с ГИБДД, которая бы, если бы навела порядок у метро, то, соответственно, эту пробку можно было бы решить, а не расширять дорогу, не вкладывать огромные деньги в расширение и в прочие действия. Спасибо. Ну, абсолютно правильный вопрос, конечно. Просто банально навести порядок на дорогах, в карманах, на поворотах, где часто паркуются там таксисты эти. И уже много проблем, так сказать, будет снято. У метро, все метро завалены этими автомобилями, там, так сказать, из СНГ, которые перевозят пассажиров нелегально. Но, как вы сказали, ключевой вопрос здесь, что нужно совместно правительство Москвы плюс ГИБДД. А там, где идет совместная работа, там всегда какие-то проблемы взаимодействия. Ну, потом правительство Москвы, оно же ведь, по идее, должно зависеть каким-то образом от уровня жизни граждан в данном муниципалитете, в Москве. А оно никаким образом не зависит. Ну, сейчас, да, сейчас муниципалитеты отвязаны фактически. Вообще, в выборности нет ничего, нет, все назначаются. Ну, да, сейчас у нас будут выборы. Ну, давайте вместе посмеемся. Проблема в чем, что нет обратной связи. Если человек плохо работает, значит, у четыре года прошло, может быть, даже меньше. Он не должен больше работать. Ну, конкуренция, да, двигатель революции. Нет ее, ее уже у нас нет. Ни политической, ни экономической конкуренции. И отсюда все проблемы. На мой взгляд, рассуждать о том, что бы нужно сделать. Ну, понимаете, есть очень много умных людей, которые знают, что нужно сделать. Какая-то их часть приходит в эфир, рассказывает о том, что нужно сделать. Сидишь, слушаешь, соглашаешься, а потом спрашиваешь. Ну, а что же это не делать-то? И всегда сводится к одному. Политическая воля. Типа кудилом надо помухать. И все, и на этом все заканчивается. Я думаю, даже воля населения отсутствует. Ну, даже если она есть, ну как, ведь воля населения, это есть воля изъявления. Есть выборы. А их нет. И все. Вот как мы можем воздействовать на Собянина? Вот если так разобраться. Написать ему письмо, сказать, что в Кунцево уже есть проблема столько-то лет. Кстати, хочу сказать, что сейчас стало гораздо проще жаловаться. Выборная кампания? Даже не с этим связано. Но в последний год стало действительно проще жаловаться. И решаются проблемы. Просто очень мало людей жалуются. Понимаете, если на сайт город Мусру зайти, там всего-навсего 50 тысяч решенных проблем. И 30 тысяч человек реально там пишут что-то. На всю Москву. А что значит 50 тысяч решенных проблем? Это значит, что пользователь нажал зеленую кнопку, что там выполнена какая-то проблема. Да, действительно, она закрыта. Там все прекрасно. Теперь. Там. На всю Москву 10 миллионов человек. 50 тысяч? Да. За год? За все время наблюдений. Все время наблюдений. Ну, я могу ошибаться, но да. Даже если там за три года удалось решить 100 тысяч проблем, это все равно копейки. Потому что их в любом дворе сотни. Вот население наше, оно пока не привыкло требовать за свои налоги, так сказать, какого-то уровня сервиса. Вероятно, посчитается, что налоги это... Ну, оно физически не платит налоги. Платит налоги продаватель всегда. НДФЛ сам уходит. ИСН сам уходит. Квиточка приходит раз в месяц платить за ЖКХ. Да. Потому что я думаю, если бы люди, скажем, 15 апреля, у них был бы дедлайн заплатить налог. Да. И они бы расставались с этим чеком. Да. И писали бы сумму. И понимали, что это уйдет. Это треть годового дохода. Да. Я думаю, что они были бы чуть-чуть более активны, наверное. Да, безусловно. Безусловно. У нас этого не происходит. Но у нас есть телефонный звонок. Добрый день. Добрый день. Вы в эфире. Алло. Алло. Ну, телефонный звонок у нас сорвался. Испугались. Нет, брать некому. Хорошая шутка. Все в отложке. Да. Алло. Добрый день. Добрый день. Я в эфире, да? Да, вы. Приветствую. Степан, приветствую. Сергей, меня зовут Федор. Я прошу прощения, не с начала передачи слушаю. Я не знаю, обсуждали ли вы уже строительство магистрали в Москве, вот этих монстрических проектов? Да. Не обсуждали. Не обсуждали. Но вы знаете, что вы как раз собираетесь строить северную дублерку Туловского проспекта. Там рекоменстрируют в кавычках существующие магистрали, превращая их в просто какой-то непотреб. Ужасный. Я, как раз, один из тех людей, которые пытаются бороться, в частности, вот с дублером Кутузовского. И для меня очевидно, что все эти мегапроекты, и включая строительство метро в его нынешнем виде, это, естественно, лобби с целью освоения денег, понятно, в чьи карманы. И тут жалуйся, не жалуйся. Они принимают жалобы, когда дело касается мелких подрядчиков, там, я не знаю, яма на дороге. Когда дело касается таких серьезных вещей, тут уже какие-то нужны более серьезные меры. То есть все вот эти разговоры власти о том, что надо выносить деловую активность из центра, о том, что строительство Сити было ошибкой, это все на поверку оказывается пустыми разговорами, потому что тут же они заявляют о застройке западного речного порта, там же, где Сити, по сути. И северную дублером Кутузовского, это как раз дорога к их будущим квадратным метрам. То есть, видимо, ошибка это, потому что их там не было в этом проекте. А теперь как бы ошибка исправлена. Да он просто будет стоять в двух километрах от ошибки. Да-да, там прямо рядышком совсем. Там, глядишь, и промзоны будут застроены, и другие-то страны, которые более развиты, чем мы на сегодняшний момент, они все это проходили уже в 60-х годах. И там из-за протестов общественности в большинстве стран и городов такие проекты в магистрали были отменены, потому что они, очевидно, просто убивают город. То есть они стимулируют использование автомобильного транспорта, и в конце концов все эти расширенные огромные трассы точно так же стоят в пробках, только дышать уже невозможно, и все заболевают раком. Ну, потому что они упираются в никуда. Естественно. У нас они будут упираться в Садовое кольцо просто-напросто. А в Сити они просто будут упираться вот тупо в эту же Сити, и все. То есть вот есть Лос-Анджелес, насколько я понимаю, где были построены магистрали, и он стал счастливым городом с огромнейшими пробками. Ну, там попроще, чем в Москве. Я там был недавно. Просто надо еще принимать во внимание, конечно, планы городостроительные, потому что я могу привести пример еще двух городов. Это Хьюстон и Даллас, Форт-Ворс, да тот же Чикаго. Там, понимаете, идут магистрали по 5-6, иногда 8 полос, огромные развязки, никаких пробок. Просто там под магистрали и под транспортную инфраструктуру отведено чуть больше 30% площади города. И весь город, и весь город, это одна большая деревня, огромная деревня, в центре которой торчит маленький Москва-Сити, даунтаун называется. Пробок нет. Ну, пробки в Лос-Анджелесе есть, хотя... В Лос-Анджелесе не знаю, но вот эти города, они меня поразили. Пробок нет, общественного транспорта тоже нет. Но все прекрасно. В Лос-Анджелесе есть общественный транспорт, 5 веток метро. Нет, в Хьюстоне этого нет, в Далласе практически этого нет. Автобусы скоростные кондиционированные. Автобусы есть, ну... С приоритетом, опять же, карпул, бесплатная история, да? Когда ты, если ты едешь с пассажиром или с двумя, ты едешь по выделенной полосе. По выделенной полосе, да. Да, это очень хорошо. Когда все стоят, 8 полос, а ты, как король, 85 миль в час едешь со скоростью потока, 140 примерно, да? Да, только там есть маленькое ограничение. Если ты такой умный, ты решил поехать по этой полосе, один... 330 баксов, по-моему. Как минимум. Если не все 500. Да. Причем, извините, я вклинись опять, даже те магистрали, которые они проектируют, они же не могут их нормально, грамотно, по-человечески спроектировать. Они все равно где-нибудь делают бутылочные горлышки эти. Съезды, да, да. То есть... Торможение, разгон. Все это очевидно говорит о том, что это просто тупое освоение бабла, и никого не волнует решение московских проблем транспортных. Ну... Поэтому лучший выход, это чтобы они вообще ничего не делали, я повторюсь. Да, вы совершенно правильно сказали. Пусть они лучше сидят, сидят, ничего не делают спокойно. Лучше все-таки, получше проектировать все-таки. То есть, если так посмотреть, то и третье транспортное кольцо имеется в недостатке, которое еще при Лужкове сделано, да? Отсутствие полосы разгона, торможения. Отсутствие светофоров на въезд на, так сказать, хайвей, да? В Лос-Анджелесе там есть специальные светофоры, ты не можешь там за один зеленый, а одна машина улетает в поток. Вот. Считается пассажиропотоки, все централизовано. Если где-то какая-то пробка, меняется схема движения, меняются интервалы светофоров. Вот этим надо бы, конечно, заниматься. Не, ну там-то все очень просто. Если еще раз становится плохо жить, мэр слетает на раз-два. Сначала уезжают люди, которые приносят налоги, а потом остаются те люди, которые не могут уехать. Вот. И есть брошенные города в США. Это известно. Детройт прекрасный город. Да, да, да. Я о том и говорил. Но у нас другая ситуация. У нас, так сказать, один город серьезно развитый в стране, и пока ничего не меняется. Ну, короче, если... Причем Москва это еще исторический город. То есть в центре, да и не только в центре, есть историческая архитектура, которую можно было бы смотреть и показывать. Например, сегодня по улице Возвиженка вообще невозможно ходить смотреть архитектуру, потому что там огромный шум машин, этот огромный поток несется с высокой скоростью. И там просто неприятно находиться. Там воне от газов. То есть... А это центральная улица практически у Кремля, и она должна быть, по идее, туристической. А вот поэтому наш руководство теперь будет летать на вертолетах. Не, ну можно сделать центр пешеходам. Действительно, это самое простое решение. Запретить движение автомобильное в пределы бульварного колеса, например. Бесплатно. Решение всех проблем с пробками. Пробок просто не будет. Вот. Разрешите въезд... Просто никто не будет ехать просто. Ну, общественный транспорт, автобусы, трамваи, троллейбусы. Перестанут стоять в пробках. Вы точно приедете за 10 минут. Понятного количества. Да, это давно уже придумано во многих местах. Ну, просто общественный транспорт работает, когда он может двигаться. Конечно, конечно. Ну, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я не знаю, согласится Сергей или нет, но я лично пришел к Иуду и еще раз повторюсь, что самое лучшее в данной ситуации вообще ничего не делать. Но это лучше для горожан, для населения. Ну, это ваше мнение. Да. Сергей, наверное, не согласен. На этом у нас все. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok